нахожусь я на поле с новосадками с малины сорта свастиха недавно виталий декабрёв приезжал его что-то не туда повел стали мы на прошлогодние посадки где они уже оплодоносили потому что начала подоносить где-то в середине июля и вот середине сентября уже все там отошло на буна на новосадке зайти здесь она позже развивается позже пошла в подношение и есть что показать а мы там стояли как дураки извиняюсь у голых кустов но тем не менее время же упущены виталий уже уехал что я хотел чем хотел показать свой стих сейчас нам поступил один интересный отзыв такой позитивно негативный вот покупатель который посадил данный сорт позитивный потому что у него она принялась он сажал два куста и они всего пошли в рост стоит за него порадоваться негативный потому что клиент жалуется то что ему этот сорт не понравился и требует просит чтобы ему вернули деньги он нам отправит саженец такого ноу-хау еще от покупателей мы не видели я мы прекрасно понимаем там претензии когда саженец не пошел в рост ну и все в этом духе что касается если просто ему не понравился сорт верните ему деньги но как вы ребята не серьезный подход вот так весь огород свой никто вам на встречу не пойдет ни один производитель это какая-то прям не знаю ерунда полнейшая если вы ждали от какого этого сорта чудо что он излечит от каких-то заболеваний от коронавируса но это не так мы людям ничего не обещаем показываем как малина растет у нас вам на многие присылают что у них коню горбуна к примеру вот такими ягодами весь растет вот такими маленькими ягодками растет это только заслуга самого судовода в этом вины наши нет наши сорта все интенсивного цикла выращивания интенсивного степени и требует большого внимания к себе как подкормку как к уходу а как вы это будете делать будете ли защищать от вредителей нападет ли клещ у нас в этом году на некоторые сорта напал клещ чего ранее мы не наблюдали если это не при ковры мне проконтролировать и не сделать обработать клеща пускай вы не хотите там хотите выращивать экологическую чистую ягоду но обработайте там каким-то народным средствами типа там табачные пыли с таким-то еще там настоями бактериальными но нельзя полностью возлагать вину то что у вас у нас вот огромная ягода у вас вот такой вот горох многие нам присылают фотографии что у них посаженная малина вот почему у меня такая вот малина вот выросла там конек-гурбунок смотришь на общий фон здесь яблоня здесь как картошка растет и все это в тени и входит комнатное растение там торчит ну постойте ребята вы посадили в такие условия что хорошо что-то вообще малина не сдохла она у вас в таких потемках у нас растет на открытом воздухе пространстве все проветривается не что не загущенное подкормки питания все в нужное время нужном объеме вносим и поэтому предъявляет претензии производителя к любому то что на картинке одно она выросла другое но это необоснованно ягода вот пожалуйста снимается рукой не надо но ягоды ножницами срезать дадим дождитесь когда вас ягод созреет и соберите ее в стадии полной зрелости и рукой вы же как только увидите у вас ягода сформировалась бежите и сразу ее дергать она вас не дергается в бежите за ножницами у вас сразу паника как-то я буду там свои пять соток малины собирать ножничками пожалуйста вот с вас тихо в стадии полной зрелости спокойно отделяется так что не сбивать себе голову сорта на все хорошие на вкус все товарищи нет но возвращать каждому покупателю деньги за то что ему просто не понравилось ну я думаю вам никто на встречу не пойдет в том числе и наш питомник